В эфире новости на Аризон ТВ в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях к этому часу. Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 16 тысяч человек. Ранения получили более 63 тысяч граждан. Поисково-спасательные работы продолжаются, несмотря на сложные погодные условия и низкие температуры. Со времени разрушительного землетрясения, обернувшегося трагическими последствиями для Турции и Сирии, прошло уже более 72 часов, а спасатели продолжают высвобождать людей из-под завалов. В Турции спасен двухмесячный ребенок, который находился под обломками три дня. Настоящее чудо произошло и с другими детьми. Однако под завалами по-прежнему остается большое число людей, ждущих помощи спасателей, которые прибывают со всего мира. Работы осложняются погодными условиями. Чем больше проходит времени, тем меньше надежды извлечь еще кого-то из пострадавших живыми. Кроме того, выжившие лишились крова, ночуют на улице, у них нет электричества, воды. Это чревато обморожениями, предупреждают во Всемирной Организации Здравоохранения. По сообщению BBC, граждане Турции возмущены тем, что законы в сфере строительства плохо соблюдаются, и это привело к обрушению множества зданий и тысячам жертв. Министерство окружающей среды и градостроительства заявило, что на местах проводится оценка ущерба. По прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения, общая численность пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии может достичь 23 миллионов человек. Международная помощь в эти страны начала поступать с 7 февраля. Десятки государств, в том числе из Европейского Союза, предложили свою поддержку Анкаре. В Турции объявлен траур до 12 февраля. Напомним, землетрясение на юго-востоке Турции, на границе с Сирией, произошло утром 6 февраля. Сила толчков составила 7,8 балла. Через несколько часов было зарегистрировано второе землетрясение в 7,5 балла. 7 февраля, по данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, на востоке Турции произошло еще одно землетрясение в 5,7 балла, за которым на следующий день последовали еще два землетрясения силой в 4,6 и 4,8 балла. Прибывшие этим утром в Турцию, молдавские спасатели получили инструкции от местных властей и приступили к выполнению миссии в выделенных для них секторах. Они задействованы в спасательных работах в провинции Хатай на границе с Сирией. Молдавские специалисты разделены на две группы. Первая занимается поиском пострадавших, вторая обустраивает для них полевой лагерь. В поисковой операции задействованы и две специально обученные собаки. Напомним, накануне утром наши спасатели пересекли границу Турции, где и встретили турецкие коллеги и сопроводили в одной из наиболее пострадавших от землетрясения зон. Добираясь до места назначения, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы ехали безостановочно несколько суток, несмотря на то, что передвижение затруднял обильный снегопад. Ранее сообщалось, что именно в провинции Хатай во время землетрясения погибли 36-летняя молдаванка и ее двое несовершеннолетних детей. Страх, слезы и боль в Турции после землетрясений и десятков повторных толчков. Вернувшиеся во вторник домой граждане Молдовы описали атмосферу, царящую в этой стране. Несмотря на то, что в Стамбуле стихия не ощущалась, но и там люди опасаются чего-то подобного. Это страшная боль. Семь дней траура, флаги приспущены, и в аэропорту они уже тоже были приспущены. Это что-то ужасное. Так говорили о трагедии, вернувшейся домой из Турции граждане Молдовы, которых наша съемочная группа встретила в Кишиневском международном аэропорту. Эта женщина живет в Стамбуле. Рассказывает, что там землетрясения не ощущалось, материального ущерба нет, однако катастрофа глубокой болью отражается в сердцах всего турецкого народа. У меня в данном момент в Стамбуле, кто имел родственников там, буквально один человек, который потерял 60 родственников. Можете представить? Он потерял, то есть они остались под руинами дома. Не-не-не, они погибли. Потом другой есть человек, которого я очень хорошо знаю, 13 лет. Он сам местный и он оттуда, где произошло землетрясение. То есть у него три сестры и все эти три сестры остались без дома и покинули то место, где произошло землетрясение. В этих десяти городах, которые пострадали люди, там более бедное население. То есть там более старые дома. Но такого землетрясения действительно было, никто не думал, что так будет. Потому что оно так ударило, что окраина Анталии тоже пострадали, ребят. И эта семья рассказала о последствиях случившегося в Турции бедствия. У человека, у которого мы снимали квартиру, там много родственников. Он сказал, что звонил им, но ответа не было. Не было связи. Так и не дозвонился? Нет, не успел. Большая трагедия. В Стамбуле землетрясение не ощущалось, разве что около часа не было электроэнергии. Рейсы задержали на 24 часа из-за того, что все самолеты перенаправляли. По официальным данным, на территории Турции проживает около 8 тысяч граждан Молдовы. Перейдем к новостям внутренним. Запланированное на сегодня заседание Высшего совета прокуроров не состоялось. Как и на прошлой неделе, причиной стало отсутствие кворума. Среди вопросов, которые предстояло рассмотреть ВСП, проведение конкурса на должность главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также назначение ряда заместителей в городской прокуратуре Кишинева. В зале заседания физически присутствовали только 4 члена Высшего совета прокуроров. Председатель совета Анжела Матузок выразила недоумение в связи с создавшейся ситуацией и назвала ее необъяснимой. Высший совет прокуроров не смог провести заседание, которое было переднесено на сегодня с прошлой недели. Причина та же – отсутствие кворума. Как видите, снова нет кворума, и мы не можем провести заседание. Публично призываем коллег из ВСП проявить больше уважения к прокурорам, потому что по существу они должны выполнять свою работу, которую оплачивает Высший совет прокуроров. В результате было принято решение об очередном переносе заседания. Эта ситуация становится необъяснимой. Обществу остается только сделать выводы. Однако Яснова вынуждена еще раз публично объявить о переносе на 15 февраля рассмотрения запланированной на сегодня повестки. Матузок также отметила, что в отношении неявившихся лиц могут быть приняты дисциплинарные меры. На заседании 9 февраля присутствовали лишь 7 из 12 членов ВСП. Первым в повестке значился вопрос о назначении исполняющего обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также ряда должностных лиц на ключевые посты в прокуратурах столичных секторов и прокуратурах Еловен и Бендер. Среди отсутствовавших на заседании министр юстиции Сергию Литвиненко, омбудсмен Числав Панько и назначенный парламентом представитель гражданского общества Андрей Чеботарь. Ранее несколько экспертов, в том числе Тео Кырнац и Виталия Катаны, заявили для Аризон ТВ, что за ситуацией, связанной с неявкой некоторых членов на заседании ВСП, стоит правящая партия, которая пытается блокировать выборы главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, чтобы поставить своего человека на эту должность. Власти данные обвинения отвергают. Напомним, министр юстиции Сергию Литвиненко предложил рассмотреть предложение о приостановлении конкурса на должность главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, мотивируя это тем, что с момента его начала до настоящего времени ВСП и другие госучреждения поступило несколько обращений о фактах, способных подорвать доверие к прокуратуре. Члены ВСП отклонили ходатайство министра. В связи с этим Литвиненко выразил сожаление и подчеркнул, что будет искать другие решения для отмены конкурса. Это произошло после того, как член специальной комиссии по предварительному отбору кандидатов на должность главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, Юлиан Гроза заявил о запугивании со стороны определенных лиц и предложил отменить конкурс. ВСП квалифицировали эти заявления как лишенные фактического основания и юридического содержания. Комиссия объявила о самороспуске после заявления Грозы и выходе из ее состава всех пяти членов. Наш телеканал обратился за комментарием к председателю ВСП Анжеле Матузок и министру юстиции Сергею Литвиненко, однако они не ответили на телефонные звонки и сообщения. Более одного миллиона незадекларированных долларов обнаружили в прошлом году пограничники на территории Международного аэропорта Кишинева. В общей сложности на протяжении 2022 года при пересечении государственной границы через воздушную гавань пограничной полиции совместно с таможенниками было изъято свыше 761 тысячи долларов США, 422 тысячи 680 евро, 50 тысяч шекелей, 3 млн 151 тысячи украинских гривен и 20 тысяч фунта стерлингов. Это почти в полтора раза больше, чем было изъято годом ранее. Данные статистики указывают на рост попыток провоза незадекларированных финансовых средств более чем на 140% по сравнению с 2021 годом. Так, в течение 2022 года зафиксировано 24 подобных инцидента, в рамках которых составлены протоколы в отношении 27 человек, в то время как в 2021 году выявили лишь 10 случаев, в котором имели отношение 11 человек. Из 27 нарушителей, улеченных в незаконном трафике денег, почти половина – граждане Украины. За ними следуют выходцы из Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Таджикистана, Армении и Турции. При этом основные направления, куда ими планировалось вывести валюту – это Стамбул, Тель-Авив, Варшава, Вена, Милан, Лондон. Согласно установленной компетенции, соответствующие дела переданы таможенной службе для дальнейшего расследования и принятия необходимых правовых мер. Пограничная полиция призывает граждан, которые намереваются перевозить денежные суммы, превышающие 10 тысяч евро, письменно декларировать валютные ценности в соответствующих органах Республики Молдова. Невыполнение этого требования влечет за собой административное или уголовное наказание в зависимости от обстоятельств, а незаявленная разница может быть конфискована. Правоохранители подчеркивают, что законное обоснование трансграничного перемещения наличных денежных средств являются необходимой мерой предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также преступлений, связанных с контрабандой. Пятерым молодым гражданам, включая девушку, которая в период совершения преступления была несовершеннолетней, предъявлено обвинение в принуждении семерых девушек-подростков к занятию проституцией. По данным полиции, жертвами преступников стали уроженки Кишинева, Каушан и Еловен. Большинство из них из социально уязвимых или неполных семей. Их вербовали через социальные сети или через прямое общение с некоторыми членами преступной группы. По данным Центра по борьбе с торговлей людьми и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, преступные действия осуществлялись с апреля по сентябрь прошлого года. Подозреваемые, склоняя подростков к занятию проституцией, обещали им половину из того, что заплатят клиенты. Кроме того, они должны были оплачивать аренду квартиры, питание, косметику, средства гигиены, а также таксиста и охрану, которую обеспечивали двое обвиняемых. По данным следствия, потерпевшие в большинстве случаев оказывали услуги в вечернее и ночное время по 3-4 клиента каждая. При необходимости, по их словам, 17-летняя обвиняемая инструктировала их об особенностях оказания сексуальных услуг. Более того, так называемый внутренний протокол преступной группы предусматривал первый сексуальный контакт с одним из обвиняемых. Некоторые из жертв были завербованы через несовершеннолетних, уже подвергавшихся сексуальной эксплуатации ранее, или через социальные сети. К началу преступной деятельности обвиняемым молодым людям было 18 и 19 лет, а лидеру группы 24 года. Он находился в розыске после того, как ранее был приговорен к пяти годам лишения свободы за грабеж. Также в преступную группу входила 17-летняя девушка, которая, по данным следствия, непосредственно координировала деятельность несовершеннолетних и управляла деньгами группы, полученными от эксплуатации девочек-подростков. Обвиняемые уроженцы Кишинева – Еловен, Теленежд и Каушан. В настоящее время трое из них находятся под предварительным заключением по ходатайству прокуроров. Еще один подозреваемый под домашним арестом, а обвиняемая девушка под подпиской о невыезде. Следствие продолжается и в отношении их сообщников. По закону торговли детьми, совершенной при обстоятельствах, описанных в данном уголовном деле, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам. К этому часу в студии была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. Удачного дня в продолжении и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова